Привет-привет, друзья! Это Психо Тео, с вами Юлия Юрьева и Александр Павлович Шмидт. Да, мы магистры, и мы сегодня продолжаем говорить о кризисах, возрастных кризисах, но сегодня это уже нечто другое, потому что начинаем с подростков, да, и самое яркое, то, что происходит с подростком, там, конечно, все ярко, да, там просто все бушует, но все же, самое яркое то, что задача этого возраста, это вот каким-то невероятным, непонятным вообще способом, как можно это осуществить, прыгнуть, осуществить прыжок с детства во взрослость. Ранее там не бывая, вот как-то надо дитю этому изощриться и скакануть, вот, и тут поднимается, ну вот, в общем, все, сегодня в основном о взрослости, о том, как туда попасть, а дальше вот взрослые, взрослости вплоть до глубокой старости, да, сегодня мы с вами попробуем все это дело рассмотреть, и нам, нам интересен сегодня больше разрез идентичности, разрез поиска смысла, поскольку вот именно подросток начинает, начинает этот марафон поиска, поиска смысла, поиска вообще, кто я, как я, что я, вот, и, ну, поехали, значит, что, говорят, что это самое невыносимое существо, причем как для других, так и для себя, вот, подросток, да, ему тоже паршиво, не только окружающим тяжело с ним, ему тоже очень тяжело с собой, и с окружающим, и с собой, самый противоречивый, самый сложный. Возраст, не хочу одно и то же говорить, все это все прекрасно знают, самое главное, что переход из детства во взрослость, и если мы с вами, например, были подростками, да, то подростки еще взрослыми не были, вот, то есть все равно у нас есть, у нас есть, как сказать, фора, да, мы можем их понять, они нас понять еще не могут. И вот здесь, пока я не забыла, очень хочу сказать, я, ну, ладно, красивее скажу, мозг, мозг зреет, формируется до 20 с чем-то лет, честно, не помню, именно до какого-то, 20 с чем-то, поэтому, когда мы становимся в год и верещим, да ну что ж такое, где же вообще были его мозги, ну, начнем с того, что у него одни гормоны в основном, а мозги прям, вот, что называется, прям целыми, отключаются целыми отделами мозг просто, и он тут, ну, не то, чтобы ни при чем, ну, слушайте, ну, это физиология, это нейробиология, и не созрела еще там, не созрела, вот, чтобы решать косинус и синусы еще там, не созрела, то есть, да, это еще ребенок, который зреет, и когда он вопит, что он самостоятельно, он все знает, и он все может, в нем говорит потребность, потребность, ну, становиться самостоятельной, поскольку перед ним стоит огромная задача, задача каким-то макаром попасть в этот взрослый мир, найти свое место, понять, как тут все работает, и, ну, как-то выжить в этом все вообще, вот, а для этого что нужно? Нужно отделиться от родителей, потому что, ну, конкурировать с родителями бесполезно, они умнее, они сильнее, они мудрее, у них деньги есть в конце концов, опыт есть, главный ресурс. Не, ну, как бы, да, что тут, конкурировать подросток не берется, там, бесполезно, но что он берется, он готов просто обесценить, обесценить мнение родителей, позицию их, ну, мягко говоря, отодвинуться, отделиться, то есть, это вы, ребята, а вот это я, и, то есть, он это делает не потому, что он такой вот весь плохой, а, ну, задача у него такая, у него сейчас задача найти свою позицию, как ее найти, когда мама самая красивая и добрая, а папа самый умный и сильный, а я такой где? Мне тогда что делать? Они уже все знают. Вот, чисто теоретически, это вот ты наследник самой красивой и самого умного, вот, но вместо, к сожалению, вместо того, чтобы все это принять, обычно все это отодвигается в сторону, это правда. Это отодвигается в сторону, а потом может быть принято, но на время, чтобы... Ну, это будет потом, это... Это будет потом. Если будет, да. Если будет. Если будет. Если у Марка Твена была такая очаровательная фраза о том, что чем старше я становлюсь, тем умнее, мне кажется, мой отец, да. Да, 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 это точно. Мы, кстати, да, чуть дальше там будем говорить, это очень интересно. Не всегда хорошо, если ребенок правильный, хороший и послушный. Не всегда. Потому что он может так и остаться в детской позиции, он может так и не стать взрослым. Может, может. Это интересно, что вот слово, которое обычно переводится как юноша, как вот, ну вот, примерно что-то подростковое на иврите, на арт, но это же слово используется и для людей, которые находятся... Взрослые люди, которые находятся под властью, которые находятся, вот, ну, скажем так, есть там, условно говоря, священник, да, есть вот служители, вот, типа диаконы, да, то есть вот те, кто находятся в подчинении, не обязательно в плохом подчинении, то есть не обязательно там тоталитарный строй, но вот у них есть, над ними есть кто-то, который принимает главное решение, они их просто должны будут исполнять. Вот то же самое слово используется. То есть даже в древние времена у нас есть пример людей, которые по своим причинам или по социальным причинам, они оказываются, вот, как сказать, структурно, они так и остаются вот в этой страте, вот в этом, на этом уровне. И смотрите, что получается. Как можно обрести себя, свою позицию, свое мнение, как можно научиться решать вопросы? Если мама вся идеальная, люблю ее, не могу просто. Если папа весь замечательный, умный, всегда все знает, всегда подскажет, всегда поможет. Как можно научиться жить в таких условиях? Ну, на самом деле, это хороший вопрос к родителям, потому что это не ему надо научиться, а как родителям научить принимать собственные решения. Да, да. Ну, я сейчас, на самом деле, пытаюсь оправдать подростка, который сердится, потому что гнев как раз помогает отделиться. То есть вот подростки, они же такие сердитые, они же такие колючие, они агрессивные, они цивиличные. Это все делается именно для того, чтобы попытаться ответить себе на вопрос, кто я, где я, а что думаю я. Да, да, моя мама молодец, да, она там все заранее уже продумала, да, мой папа вообще крутой, хорошо, а я где? И вот здесь вот уже настоящий вопрос. Это реальный вопрос, который задается у ребенка, а зачем я вообще тут, а что я дальше буду, а что я люблю, а я вообще какой, какой я. Вот, и это все серьезно, это дистанциальные вопросы. И вот этот еще незрелый мозг, ну, в прямом смысле слова, то есть там еще формируется, вот, который постоянно штормит от гормонов, которые там вот, ну, у меня просто слов не хватает, насколько, какая невероятно большая нагрузка. Я о том, что не то, чтобы ребенок специально устраивает засады, хочет испортить жизнь родителям. Ему реально сложно, и это его метод попытки найти себя. Отодвинуться можно только если разозлишься. Ну, как разозлишься? Ну, только если, ну да, пусть так, пусть будет громко. Только если разозлишься. Скажем так, есть, в общем, некий очень яркий выплеск эмоций, не всегда должно быть разозлишься, как бы есть и другие выходы на самом деле. Я просто, вот, в контексте этого, пережив сам, как, как бы, как с одной стороны баррикады, так и с другой стороны баррикады, вот эти все проблемы, вот, это очень больно, когда родители, ну, получают вот такие выплески. Но старайтесь, вот, для родителей совет, старайтесь не сходить до фразы «ты делаешь это все назло мне». Вот. Они не делают это все назло вам. Они вообще, пардон, не про вас думают. Их мир, вот это то, о чем вот правильно вы говорите, Юля. Да, то есть мир становится не, скажем так, родители, кривая будет фраза, но, тем не менее, родители или семейно-центрично. Они, он постепенно становится, то есть все уже не вокруг родителей. Поэтому, когда они делают вам, когда вы чувствуете себя плохо, это не потому, что они делают вам больно. В том смысле, что они… Так, цели такой нет. У них нет цели причинить вам боль. Однозначно. Возможно, такие ситуации бывают, да. Возможно, что кто-то из детей ведет себя нагло, грубо, специально на зло, но в общем и целом парадигма не такая совсем. Просто их моделька еще не сложилась, и поскольку она вот правильно, она построена на, ну, если не отрыв, то отделение, да, то вот это, это младший сын из притчи о блудном сыне, который, безусловно, отцу было больно, потому что это очень интересно. В Евангелии от Луки такая фраза «Сын приходит к отцу и говорит, отдели мне наследство». Помните, да, эту очаровательную историю, Евангелие от Луки, 15-я глава. И дальше обычно в нормальном переводе сказано «и отец разделил ему наследство». А фишка вся в том, что в греческом там написано, что он отделил жизнь. У них разделилась жизнь, на самом деле. И дальше он уходит, да, и понятно, что отцу больно и плохо, но, тем не менее, мы не видим ни угроз, ни упреков, ни бегства. Вернее, не то, что ни бегства, а отец не бежит за сыном и говорит «да давай, ты останешься, мы договоримся по-новому». Происходит момент отделения. И шантажа не происходит. Да-да-да, то есть никаких попыток развернуть это все, потому что это процесс, который идет. А если мама, скажем, настолько приятная, настолько добрая, настолько родная, настолько любимая, обволакивающая, что ну как вообще окрепляться от нее? Она же такая все теплая. И в итоге получается, что приходит мама с сыном, которому 40 лет, и заявляет «у нас проблемы с женщиной». Не происходит отделение, когда мама настолько вся целая, настолько вся любимая, настолько вся… Ну, это уже на будущее, но супер-хорошие родители – это тоже не все так хорошо. Просто на самом деле это подмена, Юля, поймите, и я думаю, что наши… Вот вы-то понимаете, а хорошесть родителей не всегда заключается в том, что они вот такие обволакивающие. Как раз обволакивающие – это вообще нехорошо. Это нехорошо, да, то есть нужно очень четко отслеживать свои границы. И именно потому, что у родителей-то есть уже свой опыт, а у детей нет. Надо понимать, что будет дальше, да, куда ваше родительское поведение приведет этого ребенка. Да, и смотрите, не только самая большая задача – это чтобы он уроки хорошо делал, или там хорошо женился, да, или она удачно вышла замуж и хорошую работу получила. К сожалению, бывают такие случаи, когда человек вроде все везде хорошо, вроде у него все везде отлично, но он вышел в окно. То есть это мы сейчас о том, что когда юноша, какой там юноша, подросток в 13-15 начинает задавать себе вопрос, а зачем вообще это все, а куда я иду, а кто я, а что я люблю, а кем я буду. Это все серьезные вопросы, это все серьезные вопросы, и здесь вот хорошо, да, что нам делать. То есть он должен найти ответ на свои вопросы, и нам хорошо бы, ну, создать ему условия для этого, что ли, да. А условия это какие? Не критиковать, не обвинять, вот, а пытаться, ну, как, по крайней мере, объяснять ему, что с ним происходит. На нормальном, ну, вот, на нормальных тонах, не на повышенных, да, объяснять, что с ним сейчас. То есть и принимать вот насколько можете, что значит принимать. Да, я вижу, ты сейчас сердишься, ты расстроенный, ты спать хочешь, понимаю. Я помню себя тоже постоянно спала, да, там, сил нету, не хватает. Я все это понимаю. Но есть же и претензии, правильно? Ну, подросток, он же, ты, что вы можем? Границы все равно держать надо. Вот что, подросток нуждается в принятии и в четких границах. То есть правила все равно присутствуют. Он нащупывает, и нам нужно держать границы. И как же это делать, мамочки? Как, да, великолепные требования вообще. Ну, скажем так, все равно вы сильнее, вы стабильнее, да, вы уже, ваш мозг уже созрел. Вот, да, поэтому, ну, не снимайте ожидания с ребенка. У ребенка еще формируется и мозг, и все остальное. Вот, и вы уже старше его, ого-го, вы уже свой смысл нашли неоднократно. Он сейчас только ищет его. Так вот, говорите, говорите о том, что вас не устраивает. Но говорить это нужно в приемлемой форме, а именно говорить о себе. То есть называется это я-сообщение. Ну, не знаю, давайте, что там, классику жанра, носки разбросаны по комнате или что. Да, то есть как можно сказать? Вот, как обычно, да, ты тут все это разбросал и так далее. Вот, а можно сказать, мне неприятно, когда я вижу разбросанные носки по... То есть когда я говорю о себе, я ни разу не употреблю слово ты. Потому что когда я говорю ты разбросал, это как будто бы все, это уже пошло обвинение, ты плохой. То есть когда ребенок слышит ты там, что-то там, например, мне неприятно, когда ты... Все, считывается, ты плохой. Когда я говорю, мне неприятно, когда я вижу стопки носков разбросанных по комнате. В нашем доме есть правило, мы договаривались. Кстати, тогда, если не было договора, сядьте и честно договоритесь. Составьте соглашение, ну, хотя бы устное. И выполняют его все. Не только ребенок не должен сидеть по 10 часов в интернете. Ну и родители тогда не должны сидеть по 10 часов в интернете. Вот. То есть составляете соглашение и потом на него опираетесь. И во время составления соглашения тут же санкции. Если будет нарушение, то тогда вы что? Тогда там лишний раз моешь посуду или яблок посуду, если мои носки валяются. То есть на берегу договариваемся, а потом, когда заходим, говорим о себе. О себе, о своих чувствах. Мне неприятно. Я устала, я прихожу домой с работы, и я вижу разбросанные виски. Мне очень неприятно. Какое правило в нашем доме? Окей. Какие санкции? Окей. Вперед. То есть, ну, вот примерно так. Я не говорю, что это легко, но, по крайней мере, это не разрушает меня. Ну, и вы тоже, вы не глотаете свои чувства, вы говорите, вы появляетесь, вы очерчиваете границы, вы поддерживаете правила в доме, и как бы жизнь продолжается, и все остаются целые, да, никого не разрушили. Ну, примерно так. Мне кажется, очень важный момент, это, вот, ну, мы же говорим не только с психологической точки зрения, то есть у нас не только горизонталь, у нас есть еще вертикаль, и это очень важно для детей, видеть вот вертикальные отношения родителей, в смысле отношения с Богом. Вот в псалме, в 118-м по-русски, ну, или в некоторых там переводах, особенно западных там, ну, и в еврейском тексте от 119-й псалом, там есть такая чудесная фраза, как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. То есть, но это же слово не падает какими-то там, не знаю, золотыми плитами с небес, вот, оно преподносится, оно преподносится кем-то, родителями, пасторам, там, не знаю, руководителям молодежной группы, если вот все это вокруг, вот где-то церковное какое-то, но самое главное – это родители, родителями, да, и поэтому, когда ребенок видит, что для родителей это дорого, для родителей это ориентир, они сами готовы подчиняться высшей воле, высшей силе, то это дает возможность для принятия вот этого примера, для, ну, как сказать, калькирования этого примера на себя. Если родители могут, несмотря на то, что у них есть власть, они подчиняются другой власти, до тех пор, пока родители власть, есть какие-то лимиты, в которых можно подчиняться там. То есть, это очень важный момент, и мы, когда у нас были добрые, счастливые времена, и все это было, вот, в течение последних, там, 4-5 лет, мы много говорили о том, что, когда мы подходим к кризису, на самом деле, тут срабатывает много заготовок, которые были сделаны раньше, да, то есть, можно начинать, можно начинать строить сейчас, но вообще в идеале было бы построить доверительные отношения раньше и, соответственно, вот построить пример, модельку поведения в том, как люди молятся в семье, люди читают Библию в семье, люди общаются с благочестивыми людьми в семье, люди обсуждают проблемы в семье и так далее. Вот, когда это все настроено, то, безусловно, ребенок и это будет, ну, вот, подросток, и это будет, если не совсем ломать, то подстраивать под себя, но, по крайней мере, у него будут модели, от которых можно оттолкнуться, вместо того, чтобы, там, впитывать то, что пришло непонятно откуда, лишь бы, там, отказаться от простых родительских моделей. Это все, это важно, что у родителей должен быть свой такой фундамент, якорь, какие-то основы, на которых стоит вот, как бы, вот, дом, дом не как в смысле здания, а дом, как, короче, семья. Здорово, что вы подметили, очень важно строить отношения до подростничества, доверительные отношения можно иметь в подростничестве, только если они были до этого, если их не было, то уже поздно, все. Ну, нет, ну, надо начинать, как бы, тогда, когда вы до этого дошли, понятно, что некоторые люди, ну, к сожалению, не сказали, да, то есть, ну, пока человек живой, не все потеряно, да, то есть, когда мы переходим за, вот, кто-то перешел за другую границу, с ним уже строили отношения почти бессмысленно практически, да, то есть, мы понимаем, о чем идет речь, но это просто будет сложнее, поэтому лучше начинать, чем раньше, тем лучше, конечно, Да, ну, и еще одна хитрость очень важная, хитрость, не хитрость, не знаю, как сказать, но если, в общем, мы родители, знаете, как нам важно перестраиваться, вот, потому что мы привыкли, вот, там, 12 лет мы жили, у нас был определенный тон, метод, стиль поведения по отношению к ребенку, сейчас все меняется, вот, на данный момент, когда подросток в доме, все меняется, И теперь просто выдать инструкцию или озвучить решение вопроса не надо, потому что, может быть, он бы тоже так решил и придумал, но поскольку это сказали бы, он просто не может это взять, он это ответует, поэтому лучше задавать вопрос, а как ты думаешь, что тут можно делать, а как бы ты решил этот вопрос, и пусть он говорит, и когда он говорит, никаких обесцениваний, типа, да что ты там понимаешь, ой, сиди уже там, вот, без вот этого всего дела, когда вы так делаете, вы просто его рубите, а как бы ты поступил, как думаешь, а что можно было бы сделать, какие варианты, и пусть он размышляет, и, возможно, он возьмет ваш вариант, главное, не признавайтесь, если, может, это ваш вариант, значит, на него он будет закрыт, ну, вот так работает он, интересно, Очень такой хитрый ход, да, безусловно, на самом деле, в этой хитрости... Часть всего срабатывается, да, вот. Ну, в этой хитрости, на самом деле, зарыто наше глубокое уважение к вырастающей личности. Ну, я действительно, смотрите, я действительно верю в его потенциал, да, в потенциал моего ребенка. Я вполне понимаю, ну, я понимаю, что у него есть все возможности для того, чтобы решать, учиться решать эти вопросы. И я уважаю его, и я ее, как бы, доверяю, да, и тогда я могу сказать, а как ты думаешь, что сделать? И я тогда могу промолчать и не сказать, там, ой, ну, и глупости ты тут сейчас говоришь. Не буду я этого делать, потому что я уважаю, я уважаю, и, как бы, птенцу даю возможность крышками размахивать. Тут две вещи, то есть получается, что кризис, там, условно, если мы говорим конкретно о подростковом возрасте, да, подросткового возраста, это не только кризис у детей, но это и кризис у родителей, потому что он идет, как бы, как в одну сторону, так и эта же дорога у нас, как бы, с двухсторонним движением, да, то перестройка получается не только у детей, но во многом должна быть перестройка у родителей, потому что они должны, если не совсем начать, то есть они должны начать, начинать воспринимать ребенка, как человека, способного принимать свои собственные решения. Это, кстати, непросто. У меня сейчас просто. Ну, конечно, потому что намного проще сказать, что ему надо сделать. Да, то есть по старой колене, ух, и легко, хорошо. Это одна вещь, а вторая вещь очень важная, мне кажется, что вот здесь как раз нужно понимание того, как на самом деле Бог строит отношения с нами. Да. Потому что, с одной стороны, вот в таком глубоком мистическом понимании мы же можем сказать, что Бог прекрасно знал, понимал, к чему приведет ситуация в саду. Да, то есть в своем всеведении он это, все было, для него все было понятно, и тем не менее, да, уважая свободную волю человека, он позволяет ему сделать ошибку, трагическую ошибку, очень серьезно повлиявшую на судьбы всего мира, по большому счету. То, что происходит в саду между Богом, Адамом, Евой, ну тогда еще как бы у нее нет имени Ева, ну вот Адам, его жена, да, и вот все остальное творение, все отношения подвергаются изменению, так или иначе. И в этом же ценность, да, ценность его воды. Да, да, да. Я вот как раз не о том, насколько там серьезны эти изменения, мы сейчас не об этом будем говорить как раз, а о том, насколько Бог с доверием относится к человеку, к Адаму конкретному, и через него к человечеству в принципе. И в этом смысле, мне кажется, это великий пример смирения для нас, как родителей. Ну и заметьте, насколько сильно подростки отстаивают свою независимость, отстаивают свою свободу, потому что показывают, насколько она важна, как ценно. Да, да. Слушайте, это ведь очень даже про человека, правда? Да, да, да. Про возрастающего человека. Вот то, о чем вы говорили, да, то есть обозначенные границы, вернее, нарушение обозначенных границ не оказывается без последствий, да, то есть Бог все равно приходит и говорит, но, опять же, и это очень важно. Бог приходит и говорит, и объясняет, какие будут последствия, почему и к чему это все приведет. Это не просто вот там Адам что-то там, значит, куснул, не успел даже проглотить, на него там, значит, обрушился какой-нибудь там, не знаю, лава или еще что-нибудь типа этого. То есть да, вроде бы как бы, ну все, там наказание свершилось, там серный поток, все дела. Не так происходит. Все объясняется, он говорит, он взаимодействует с ними. То же самое, надеюсь, происходит между родителями, грамотными родителями и даже очень буйными подростками. Да, и так, если мы говорим о кризисе, да, то подростковый кризис считается самым сложным из всех кризисов. Вот, и смотрите, насколько тут ярко. По старому не хочу, а по новому не могу. Еще психологи говорят, что вот этот скачок нужно совершить. Нужно, ну, обладать какими-то сверхспособностями, чтобы совершить этот скачок. Да, то есть в неведомой. Поэтому столько страха, поэтому столько гнева, поэтому столько тревоги, много стыда. Эти подростки, они не знают, как вообще на себя в зеркало смотреть. Этих бедных так колбасит. Что с ними происходит? Мамочки. А тут еще и тело меняется. Это так быстро. То руки больше выросли, то еще что-то. Постоянно врезается, везде синяки, не успевает. То есть, смотрите, подросток вообще не владеет своим телом. С его телом такие метаморфозы происходят. И так быстро. И вот это на самом деле очень страшно, когда ты не контролируешь свое тело. И тут тоже очень много тревоги. В общем, ребенка бедного действительно сильно колбасит. Поэтому, если еще мы, родители, будем прессовать сверху, это просто шесть. Вот. В общем, лучше любить, иметь все-таки, как бы, такие хорошие, добрые границы. Разрешать, насколько... Работать над собой. Объяснять себе, что так, будь внимательна. Я, например, понимаю, когда мой ребенок начинает повышать тон, я вдруг понимаю, значит, она уловила нотки в моем голосе. В нотке уловила. То ли властные, то ли менторские. Я не слышу. Я просто привыкла. Я не слышу. Она уловила. Я слышу по ней, что я куда-то не туда. Ну, возможно, возможно, да. Я слышу по ее реакции, что я куда-то уже пошла не туда. Либо я уже сразу гну свою палку, либо я тон взяла менторский. То есть, что-то я... То есть, ну, быть готовым к переменам во себе, в своем поведении родителям. Вот. И, ну что, и терпение нам. Терпение, потому что... Ну, не знаю, лично меня очень вдохновляет мысль о том, что мозг созревает в 20 с чем-то лет. Поэтому требовать от ребенка... Ну, меня, наверное, я чуть-чуть постарше, меня уже не вдохновляет. Потому что я понимаю, что если он созревает в 20 с чем-то лет, то, значит, чем дальше, тем он, наоборот, уже не созревает, а только начинает отмирать. И это от этого грустно. Да ладно вам. Да нет. Ну что? Учим языки и все. Жить будет. Понятно. Да. То есть, вот начало. Начало поиска смыслов. Начало экзистенциального вот этого вот путешествия, да. Слушайте, мы сегодня успели только о подростках поговорить. Ну, мы самое главное обсудили. Это хорошо. Да. Следующее очень интересно, ребят. Следующее – это кризис идентичности у молодых людей под 20, которые, представляете? И вот в следующий раз мы заговорим об этом, и это невероятно так интересно. Это когда птички вылетают из гнезда. Да, и это тоже кризис. Опять же, в обе стороны. Да. То есть, это кризис как для детей, так и для родителей, которые… В английском даже есть такой термин, вот там, где я живу. Empty nesters. То есть, это родители, у которых все дети уехали из дома, и вдруг, оказывается, надо что-то в этой жизни делать совсем по-другому с другими людьми. Опустевшее гнездо. Да. Хорошо, друзья. Ну, что, до следующего раза. Да. Ваше духовное здоровье. Множество благословений. Множество благословений. Субтитры создавал DimaTorzok